Аплодисменты Пшарный перо, золушка, сказочная фантазия. Жил-был один почтенный и знанный человек. Первая жена его умерла, и он женился во второй раз. Да на такой сварливой и высокомерной женщине какой свет еще не видывал. У новой жены его было две точки, очень похожие на свою матушку. И лицо, и умо, и характер. Хуже тоже была дочка. Добрая, приветливая, милая, вся спокойная мать. А мать ее была женщина самая красивая и добрая. Девушка была так хороша, что мачехиные дочери рядом с берем казались еще хуже. Аплодисменты 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 И вот мачеха вошла в дом. Вот тут-то и показала она свой прав. Все было ей по вкусу, Но больше всего не слюбила она свою пачельцу. Возьмите Возьмите Бедную пальчерицу заставляли делать всю самую грязную и тяжелую работу. Она чистила котлы и кастрюли, она мыла лестницы, убирала комнаты мачехи и обеих барышек, своих сестрец. Спала она на чердаке под самой крышей, на колючей соломенной подстилке. А у них сестрец были комнаты с паркетными балами цветного дерева, с кроватями, разобранными по последней моде, и с большими зеркалами, в которых можно было увидеть себя с головы до ног. Бедная девушка молча сносила все обиды и не решалась пожаловаться даже от сына. Мачеха так прибрала его к рукам, что он теперь на все смотрел ее глазами и, наверное, только побронил бы дочку за ней благодарность и непослушание. Вечером, окончив работу, она забиралась в уголок возле камина и сидела там на ящике с заложью. Поэтому сестры, а за ними и все остальные в доме прозвали ее Золушкой. А все-таки Золушка в своем стариком платьице, перепачканном Золу, была сто крат милее, чем ее сестрица, одетая в бархат и шелк. И вот, как-то раз, король той сказочной страны устроил большой бал и созвал на него всех знаменитых людей, женами и дочерями. Мачеха и Золушкины сестры тоже, конечно же, получили приглашение на бал. Они очень обрадовались и сейчас же принялись выбирать наряды и придумывать, как бы причесаться, чтобы удивить всех гостей и понравиться принцу. У бедной Золушки работы и заботы стало еще больше, чем всегда. Ей пришлось гладить сестрам платья, грахмалить их юбки, гладить воротники и оборки. Но мачеха все равно была недовольна ею. Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка, говорила она. Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о родных своих дочерях. И я не делаю ни одного замечания целыми месяцами. Тогда как тебя, моя крошечка, я рассыпую с утра до вечера. Сама я работаю, как лошадь. Бегаю, хлопочу, очаровываю, ходатайствую, трилепую, настаиваю. Мы благодаря мне в церкви сидим на приборных скамеечках, а в театре на директорских табуреточках. Солдаты отдают нам честь можем, но и неверующим скоро запишут бархатную книгу. Первых бросали с двора, и принц вынужден будет вырвать руку из девчонок. А ты, ты, Золушка, ничем мне не помогаешь. В доме только и разговор был, что о нарядах. Я, говорила старшая, надену красную, бархатное платье и драгоценный убор, который меня привезли из-за моря. А я, говорила младшая, надену шамное, скромное платье, зато у меня будет накидка, расширяясь, малькими цветами и бредный пояс, который выйдет ни у армии, в знакной дамы. Но мачеха расщеливалась ради такого случая и послала за искуснейшую мандистку, чтобы она сруйла ей чайчики с двойной оборкой. А мушки, знаете, что такое мушки? Это раньше прилепляли женщины себя на лицо, чтобы быть особенно красивой. Так вот, мушки заказали у лучшей мастерицы в городе. Сёстры то и дело прозевали к себе Золушка и спрашивали у неё, какую крепень выбрать, какую ленту или пряжку. Но они-то прекрасно знали, что Золушка лучше других понимает, что красиво, а что некрасиво. Никто не умел так искусственно, как она, приколоть кружева или завить локолы. А что, Золушка, хотелось бы тебе поехать на королевский бал, спрашивали сёстры, пока она причёсывала и передернула. Ой, что вы, сестрицы, вы смеётесь надо мной. Разве меня пустят во дворец в этом платье, в этих башмаках? А, да, что правда-то, правда. Вот была бы умора, если бы такая заморашка явилась на бал. Ай, Золушка, Золушка, ты, девочка, конечно, замечательная, говорила мачка, но ты греешь много, а это, знаешь, не за разумом. Дело нужно делать, заботиться не о себе, Золушка, а о всех, о государстве, если хочешь, которое должно работать, функционировать. Ворота вот в королевском должны быть починиваем, а у нас что? Да, впрочем, что я не говорю, тебе это не понять, иди, давай, иди, иди, что ты встала? Мои девочки давно уже ждут тебя. Вы знаете, другая на месте Золушки бы причесала бы этих сестриц как можно хуже после таких слов. Но Золушка была добра, и поэтому она причесала их как можно лучше. И обе сестрицы остались очень довольны собой. Я хорошенькая, а я красивая, а я, знаешь, а я очень красивая, а я, я замечательно красивая, и великолепно красивая тоже, вот. А я, а я, а я красивее всех, когда они так спорили, а я, а я, я даже не знаю, я не, не настаиваюсь, зато многих, многих не так красивее, чем Золушка, правда? Да, да, ой, она бедняжка, она даже не представляет себе, какая она дурнушка. Ах, ой, да, она такая бедняжка, она же ходит неправильно, да, ходит не так, как нас еще и матушка. И она, она совсем не умеет галантно улыбаться, а вот так, да, вот так, ой, какая бедняжечка. За два дня до балла сестрицы от волнения перестали обедать и ужинать. Они ни на минуту не отходили от зеркала и разорвали больше дюжины шнурков, пытаясь покуже затянуть свои талии и сделаться еще поддольше и постойнее. Ну и вот, наконец, долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали на паук. Золушка долго смотрела ей в след, и когда эта карета исчезла за поворотом, она закрыла лицо руками и горько заплакала. Мачеха и сестры позвали на бал, а меня нет. С ними будет танцевать принц, а вам его даже не знают. Одни там будут есть мороженое, а я не буду, хотя никто вообще в мире не любит. И вот так, как я, но ведь это несправедливо, верно? Натирая пол, я очень хорошо научилась танцевать. За житьем я очень хорошо научилась думать. Терпя напрасные обиды, я научилась сочинять песенки. За прялкой я научилась петь. Выхаживая циклент, я стала доброй и нежной. И ни один человек об этом не знает, обидно. Ведь так и заболеть можно. Ведь это очень вредно не ехать на бал, тогда, когда ты этому заслуживаешь. Правда? А на балу будут сказочные чудеса. Ах, если я не буду на бал, я буду очень хорошо танцевать. И тогда, может быть, принц в меня влюбится. Идут. Она услышалась голос. Здравствуй, крестница, крестная, дорогая крестная. Ты всегда появляешься, как неожиданно, ты настоящая волшебница. Да, я это люблю. Как ты замечательно выросла за годы, пока я не была здесь. При хорошем ты стала девушкой. Вот это настоящее чудо. И они спрашивали тебя, дорогая, как ты живешь? Ведь тебя обидели сегодня двадцать четыре раза. А из них напрасно, золушка со вздухом, двадцать четыре раза. Ты сегодня заслужила похвалы триста тридцать три раза. А они тебя не похвалили ни разу. Ты знаешь, я ненавижу твою злобную мачеху. Ах, да и дочке я тоже. Я давно бы накасала их. Но у них такие большие связи. Слышишь, они никому не любят, ни о чем не думают. Ничего не умеют. Ничего не делают, но ухитряются жить лучше даже, чем некоторые настоящие волшебницы. Да хотя, в общем, давай на них. Я хочу тебя спросить, ты хочешь поехать на бал? Да, крестный, конечно же, но нет, не спой, не спой со мной. И ты поедешь туда. Это очень вредно, не ездить на бал, когда ты заслужила это. Да, но у меня такое ужасное, здоровое платье, крестное. Ну что же, ты только будь умницей, а уж я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Итак, сделай-ка сейчас на огород, да принеси мне оттуда большую тыкву. Золнышко побежало на огород, выбрало самую большую тыкву и принесла кресты. Ей очень хотелось спросить, каким образом? Ну, правда, как? В самом деле, эта простая тыква поможет ей попасть на королевский бал. Но она не решилась. А крестная, не говоря без слова, разрезала тыкву, вывала из нее всю мякоть, а потом притаснулась к ее желтой толстой корке своей ланшерной палочкой, и пустая тыква превратилась в корету. Да нет же, нет, это слово. А я сказал, да нет, да? Так, ну-ка. Вот, вот это другое дело. Итак, артарета была подзабоченная от крыши до колес. Затем она послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось полдюжины жидых мышей. Крестная берела Золушке приобретет к грешу и выпустить на море всех мышей по очереди, одно за другой. Едва только мышка бегала из своей темницы. Там не касалась и бабушкой, и от этого прикосновения обновенная серая мышка сейчас же превращалась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла на великолепной украшке из шести скатных колей в серой спруе. Не хватало только кучера. Заметив, что волшебница призанулась, Золушка ото спросила. Крестная, а что если посмотреть, не попалась ли в крышоловку крыса? Может быть, из нее получится кучер? Так, твоя правда, сказал волшебница. Ну-ка, поди, посмотри. Золушка принесла крысоловку, из которой выглядывали три большие крысы. Волшебница выбрала одну из них, самую крупную, самую усатую. Дотронулась до нее своей палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам, знаете ли, позавидовал бы даже главный королевский кучер. А теперь, сказала крестная, вступай в сад, там, залей, ты на кучу бескарды найдешь шесть ящериц. Принеси-ка их сюда. И успела золушка, выпихнуть ящериц из фартука, Как волшебница превратила их в выездных лакеев, Одетых в зеленые ремеи, украшенные золотым колуном. Все шестеро проворно вскочили на запятки кареты, С таким важным видом словно всю свою жизнь служили выездные лакеи, И никогда они вовсе не были ящерицами. Ну вот, теперь у тебя есть свой выезд, Так что ты можешь, милая моя, не теряя время, ехать в дворец. Что? Довольна ли ты? Очень, 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 сказала золушка. Но разве можно ехать на колеский пал в этом старом, Испачканном золой платье? Крестная ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к золушкину платью Своей волшебной палочкой, И... Старое платье превратилось в чудесный наряд, Из зеленой и золотой парчи, Весь усыпанный драгоценными камнями. Ну а последним подарком Были туфельки Из чистейшего хрусталя, Какие нестились вообще ни одной девушки. Когда солнышко было уже совсем готово, Фея не садил ее в порядке, Но голос только приказало Возвратиться домой до полудочника. Ну как же я поеду? Сказала золушка. У меня страха работы, креста. Это не великое чудо, золушка. Медледи натрут полы, Да, у них есть для этого воски зуги, Вот так вымыть роса, Стены вымелят белки своими хвостами, Гребки прополют крабы, А кофе намерят бегемот. Но, запомнил, Сказал грёстный, Если ты опоздаешь хотя бы на минуту, Твоя карьера снова сделается тыквой, Лошадью, мышами, Лакей и дача лицей, А твой пышный наряд Опять превратился в старое, Залатанное платье. Нет, нет, что вы, Что вы, не беспокойтесь, крестная, Я не опоздаю, Ответила золушка. И, конечно же, Не помню себя от радости Отправилась во дворец. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ КОНЕЦ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЗАРЕoni «ДАРАЛЮ». ЭТОРАЛЮ. Здравствуйте! ОТРАЛЮ. «АЙ capacity to the Очень нравится у вас. Да? Вот радость-то! Слушайте, она говорит искренне. Ну, идемте же, идемте скорее. И король повел золушку по длинной лестнице под поезд. Я надеюсь, вы не встали там, в дороге. Ну что, что вы, ваша лично? Я там не пока отдохнула. Ладно, у вас. Ох, как я, родной, Костя. Вы знаете, с нами, друзья, с вами, с вами. Это, конечно, штука хорошая, но и, может, кого не удивишь, да? Вот, например, мальчик с мальчиком. Малый, остроумный человек, Но отчаянный гроб сойдет. Все время играет в прятки. Надень ей. А потом пократи его. И веком сапога, Славный парень умница, Когда малок придет, Вся, с теми, свои сапоги, Ляжет на воздух, как не при приеме. Да и не поговоришь на русский, И он сидит, братан. Как тот приходит, Там все, кто почему-то раздвигается, А он начинает плакать. А вот вы, Эх, смотрите, Как король сказочного креста, Я чувствую, что вы стоите на пороге Удивительных сказочных событий. Частное креста. Принц, адрес, сынок, Сынок, иди сюда посмотри, Кто к нам приехал. Под весенной красотой Принц, присмотром золошки руку, И повел ее в зал, Где уже находились гости И дворные. Господа, Сказал король, Позвольте вам представить девушку, Которая еще ни разу не было, А с волшебно одетую, Сказочно прекрасную, Свет естественно, Истинную, И таинственно строгую. Вот она! Все сразу смогло. Скрики. Там уже музыканты, гости, все Загляделись на эту незнакомую красавицу, Которая приехала на бал. Слышишь? Загляделись на заводах. Ах, как она хороша! Вот твои шепоты, Квоя, Квоя! Боже, как она хороша! Это дама, Квоя, дама. Придворные дамы Рассматривали ее платье И головной убор, Чтобы завтра же Заказать себе Ну, что-нибудь похожее К них, если только удастся Найти таких же искусственных мастеров И такую же прекрасную ткань. Принц усатил свою гостью На самое почетное место, А чуть только заиграла музыка, Подошел к ней И пригласил на танц. Оно танцевало Так тихо и консорство, Что все занимались Ещё больше, чем прежде, А солнце было счастливо, Как никогда. Вот вам счастье! Вот счастье пришло, Как я со мной! Пришло я жил, Как моя крестная! Думаю, солнышко! Сколько, в принципе, заботилось? Обо мне, и не спотни, Кто-то заботится? Ещё и целый час, Целый час, пять минут времени, У меня С 11 минута, конечно, Смир дает и того, Целый час, пять минут, Я улюбил. Конечно, может быть, Счастье моет, Книса, Что, когда уйдешь, Когда я ехать для девушек, А вы виси, А если вам усаживание, Нет, 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 Я улюбил, пацаны, Я здесь не спрашиваю, А кроме того, Я ведь еще разобрелся, Ведь все вовремя, Ещё целый час! У меня целый час И пять минут впереди! Это ведь не так уж и мало! Целый час! После танцев разносили угощения, Но принц ничего не мог есть, Угощения ели другие, Принц изводил глаз со своим дамом, А золушка в это время Заскала своих сестер, Подсела их И поняла, Что они не устают ее! Потом Она сказала каждый Несколько приятных слов Угощения их Отвести ноги и винограду, Который подносил сам длиц, Ой, ты им очень пастила! Они не ожидают такого внимания Состровым Незнакомый принцесс! Слышите? И золушка тоже услышала! Ой, курантов! Беседая, Вдруг услышала Бои часов! И поняла, Что это дворцовые часы Вью-то же одиннадцать часов И две четверти! И кто-то встал, Поклонил всем, И пошла в выход Но так быстро, Что никто не успел догнать ее! Вернувшись из дворца, Она еще с милой Девиза мальчика И сестер встретиться с Крестной И поблагодарить ее За счастливый вечер! Она сказала Крестная Во всем, во всем, Что было в дворце! Едва, Атого солушка Надела свой старый клейник, И деревянные башмачки Каждый дверь постучали Но это вернулись бабы, Мальчика и сестры! Ой, Тут был живой сестрицей Крестиной ночью мальчика Сказала солушка, Зевая и потягиваясь, Словно, Только что проснулась! Ох, Если бы ты с нами была А по-моему, Тоже не стала Треться с тобой! Сказала она сестерка! Там была, ты знаешь, Одна принцесса, Какая красавица, Что и во сне Больше не увидишь! Ой, Да ж мне ей должно быть Очень понравилось! Она подошла к нам! Да! Поговорила, И даже гостила у нас С апельсином и виноградом! А, да! А как ей зовут? Спасибо, Завушка! Ой, Милая моя, Кто же это знает? Никто! Ответила старшая сестрица! А младшая Домавила! А ты знаешь, Мне показалось, Что ты не так Отдай полу жизни, Чтобы вот только узнать, Кто она такая? Тут Завушка Улыбнулась! Неужели Это принцесса Правда так хороша? Ах, Слушайте, Такие очень смирные! А нельзя ли Сестрички И мне хоть Одни могу Смотреть на нее? Ах, Сестрички, Дайте же мне, Пожалуйста, На эти вещи Ваше Старое желтое платье, В котором вы ходите Дом Каждый день Что? Ты что Ему так не хватало? Сказала Да, Прожимая плечами Ну, Вару взял, Что он говорит? Дай Своё желтое платье! Вот эти заморашки, Как ты! Да ну, Потому что я, Еще как раз Не сошла с ума! На другой день, Вечер, Сестр Опять Отправилась В Творец Ну и, Как вы поняли, Золушка Тоже И на это разнообразовавшим прекрасный И нарядящим Тону И Бринс снова не отходил от Золушки Ни на минуту Он был так привелив Он говорил такие приятные вещи Что Золушка забыла обо всем на свете Даже о том, Что надо уехать-то вовремя И спохватилась только тогда, Когда часы Стали Бить Полночь Когда она это поняла, Она испуганно вскрикнула, Поднялась с места И побежала быстрее лами! Принц Бросился За ней Но ее Не смех простыл Точно На ступеньке Лестницы Лежала Маленькая Кристальная Тушенька Принц Бережно Портил ее И приказал Распросить Примратников Не видал Никто-нибудь Из них Куда? Куда уехала Прекрасная Принцесса? Но никто Никакой Принцессы Не видал Правда, Привратники Заметили, Что Мимо Пробежала Какая-то Бедная Отетая Девушка Ой, Но она была Похожа Скорее на нищенку Чем на принцессу И тогда За дело Взялся Король Он Сам Решил Расспросить Привратников Солдаты Отвечайте Знаете ли вы Что такое Любовь? Мой Единственный Сын Разветник Влюбился И Влюбился Серьезно Вот Такая Понимаете Штука Получилась И Только Он Заговорил С девушкой Серьезно Как Она Сбежала Влюбился Бег Бег Ребят Назер Вот Что я О чем Да Что тут делать Искать Надо Я Вот что Придумал Я знаю Девушку Лицо Поэтому Буду Ездить За Вперед И глядеть Под сожную Трубу А вы Будете Ловить Девушку При помощи Уперевать Хрустальные Дузельки Я знаю Что вы Все Отлично Умеете Бегать За Девушками Так Да ладно Не вы И Кстати Не Перебивайте Меня Так вот Приказываю Следующее Ловите Всех Девушек Которых Только Увидите И Всем Примеряйте Трубельку И та Девушка Которой Трубелька Придется Как раз По ноге Вот Эта Девушка И есть Невеста Принца Поняли Вот так А теперь Давайте Отправляйтесь Попыстрее Берите Дузельку И Бегите Да не Паша Подвекров Я сказал Вот Другое Дело Бегите Бегите Мне только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька Точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. Когда обе сестрицы вернулись домой, Золушка спросила у них, Ну как, весело ли было нынче на балон, И приезжала ли опять во дворец вчерашняя красавица. Сестры на перебой стали рассказывать, Что принцессы на этот раз была на полу, Но убежала, чуть только часы начали бить двенадцать. Ты знаешь, она так торопилась, Что даже потеряла свою хрустальную туфельку, Сказала старшая сестра. Да, а принц поднял ее и до конца долу не выпускал, И други обидела. Это сказала младшая, Должна быть, он больше влюблял на эту красавицу, Которая теряет на балах туфельки, Добавила младшая. И это была чистая правда, Так как на следующий день Принц Приказал объявить Во всеуслышание Жители сказочного королевства, Девушка, Которой придется в полу хрустальная туфелька, Станет женой принца. Разумеется, Сначала туфельку стали мебельц-принцесса. Да, потом герцогиня. Ну, потом придворным дамам. Ну, кстати, все было напрасно. Она была тесна и герцогиням, и принцессам, и придворным дамам. Наконец очередь дошла до сестер солнышки. Ох, как старались, Так и завелись злым смехом. Но придворный кавалер, Который применял туфельку, Внимательно посмотрел на золушку И заметил, что она очень милая, Сказал, Я получил приказание, Отлился примирить туфельку Всем девушкам в городе. Ну-ка, позвольте-ка вашу ножку, сударыня. Он усадил золушку в кресло И, надев хрустальную туфельку На ее маленькую ножку, Сразу понял, Что больше примирять Ему уже не придется. Потому что туфелька была Точь-в-точь по ножке, А ножка была Точь-в-точь по туфельке. Сестры замерли от удивления, Но еще больше они удивились, Когда золушка Достала из кармана Вторую туфельку, Совсем такую же, как первая, Только на другую ногу. И надела ее, Не говоря ни слова. В эту самую минуту Дверь отворилась, И в комнату вошла Волшебница Золушкина крестная. Она дотронулась Своей волшебной палочкой До бедного платья Солушки, И Оно стало Еще пышнее и красивее, Чем было накануне На балу. Тут только обе сестрицы поняли, Кто была та красавица, Которую они видели Во дворце. Они тут же кинулись К ногам Золушки, Чтобы выборить себе прощение За все обиды, Которые она вытертела от них. Золушка Простила сестер от всего сердца, Ведь она была не только Хороша собой, Но и добра. Ее отвезли во дворец К молодому принцу, Который нашел, Что она стала Еще прелестней, Чем прежде. Но через несколько дней Сыграли Веселую свадьбу! Король был счастлив, Как никогда! Ну вот, друзья, Мы и добрались До самого счастья. Все счастливы, Кроме мачехи. Ну а она, знаете ли, Сама минована. Связь, связь, Но надо же и совесть иметь. Вот когда-нибудь тебя спросят, А что нам ты можешь, Так сказать, Ну, предъявить? И не ходи пока, И не подумай, Мы тебе сделаем Душу маленькой, Душу большой, А сердце Справедливое. У принца родится дочь, Говорит король, Вылетая из-за ушек, И я с удовольствием Когда-нибудь Вылетам ее За прекрасного человека, Вылетам свою внучку! Обожаю, Обожаю, Обожаю лучшие свойства Хороших людей, Верность, Благородство, Умерение любить. Обожаю, Обожаю эти волшебные чувства, Которые никогда, Никогда Никогда Не придет конец! Чематер? Верность, Верность, Назад И АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удольщик-постановщик Марина Соснина АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Удольщик-постановщик АПЛОДИСМЕНТЫ Алла Московская АПЛОДИСМЕНТЫ Марко, Алла, пожалуйста, выйдите еще раз. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, дорогие. Спасибо. Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ